Привет, друзья мои, я Олеся Медведева, а вы смотрите новый выпуск Ясно Понятно блога на канале страны. Все вопросы украинских граждан, представляете, украинскими политиками уже решены. Да, вы как думали, именно поэтому сегодня собирают внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы проголосовать за что, как вы думаете, за обращение к Конгрессу США. Уже третий раз со времен Евромайдана это делают. Вы можете поинтересоваться, да, чего они хотят. А они хотят, чтобы Украине предоставили статус главного союзника вне НАТО. Такой уже ранее был у Афганистана. Откуда буквально недавно американцы бежали, сверкая пятками, да и пооставляли всю технику и вооружение талибам. Класс! То есть мы с вами прекрасно понимаем, что этот статус никому ничего не дает и никому ничего не гарантирует. Ожидаемо это голосование провалилось. Но, знаете, не по каким-то идейным, скажем так, соображениям. А в силу того, что инициаторами этого обращения к Конгрессу США стали представители Порошенковской партии, которые очень не хотят отдавать слугам народа лавры, евроинтеграторов и двигателей в сторону НАТО. Кроме этого, не исключено, что сами американцы попросили поставить этот вопрос на стоп. Очевидно, они не хотят предоставлять Украине никакого статуса союзника, тем более главного, вне НАТО, чтобы, во-первых, не раздражать Россию, а во-вторых, они не хотят, чтобы вокруг Байдена снова раздували очередную зараду о том, что он там как-то не реагирует на просьбы, крики о помощи Украины. Я уверена, что в Вашингтоне Зеленскому на очень долгое время, если не сказать навсегда, запомнили попытку раскачать зраду касательно подписания соглашения с Германией по Северному потоку-2. А в этом видео я предлагаю разобраться, что вообще означает этот статус главного союзника вне НАТО, в котором Украине отказывали уже многократно. Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. Вчера нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко, что уже, согласитесь, звучит стрёмно, заявил, что Верховная Рада в скором времени рассмотрит его проект обращения к Конгрессу США с просьбой предоставить Украине статус главного союзника вне НАТО. В парламенте даже начался сбор подписей за этот документ. Сам текст обращения, ожидаемо вполне, начался с тезисов о российской агрессии. Но согласитесь, звучит так, как будто США и Украина, это как железный человек и Капитан Америка, они сейчас объединятся и спасут всю Европу и вообще весь мир. Что бы вы без помощи Украины, европейцы, делали-то? Но с этой попыткой в очередной раз понятно, провалено. А теперь давайте посмотрим, почему провалились первые две попытки. Первый раз Украина попросила предоставить ей такой статус 7 лет назад, прям в разгар боевых действий на Донбассе. Тогдашний президент США Барак Обама официально отказал Украине 19 сентября 2014 года. Но такой статус почти сразу получила такая страна, как Тунис. Но чтобы прикрыть такую зраду на имиджевом уровне, Порошенко в интервью CNN сказал следующее. Барак Обама сказал нет, поскольку у нас уже есть специальный статус. Уровень взаимодействия между США и Украиной по вопросам безопасности и обороны сейчас намного выше, чем того, требует статус основного союзника вне НАТО. То есть, правильно ли я понимаю, что статус Украины в отношении к США, по мнению Порошенко, намного круче, чем статус союзника вне НАТО? Тогда почему депутат от Порошенковской партии Алексей Гончаренко обращается к Конгрессу США для того, чтобы нам предоставили такой статус? Тут два варианта. Первый, либо кто-то врал, второй, либо кто-то очень сильно на этом хочет попиариться. А, возможно, верны и оба варианта. Далее была попытка номер два уже при новом президенте США Дональде Трампе. Соответствующее постановление даже приняли в парламенте 22 марта 2017 года под авторством. Знаете, каких людей? А, вот, пожалуйста, Олег Ляшко, Светлана Залищук, Игорь Масейчук, Ганна Гопко, Максим Бурбак, Игорь Грынив, Арьев. В общем, 242 голоса было за. В основном голоса, в первую очередь, дали такие партии, как партия Порошенко и Народный фронт. Единственная фракция, которая в полном составе не поддержала это постановление и не дала ни одного голоса, понятно, какая партия, оппозиционный блок. В этом обращении тогда, в 2017 году, высказывалось уверенно, что если такой статус Украине предоставят, то это будет иметь огромное влияние. И вообще прекратит, по мнению авторов этого обращения, российскую агрессию, защитит всех в Европе и вообще остановит войну, что непонятно. Однако, как вы понимаете, все эти слова не произвели впечатление и на Дональда Трампа. Он также отказал в предоставлении такого статуса Украине. А теперь давайте посмотрим, а что вообще означает этот статус. Об этом, кстати, четко и ясно написано прямо на сайте Госдепартамента США. Заходим, открываем. Итак, этот статус позволяет иностранным партнерам, которые не являются членом НАТО, преимущество в поставке вооружений, а также сотрудничество в области безопасности. При этом, абсолютно никаких обязательств американцы перед странами-партнерами не несут. И это четко видно по ситуации, которая складывается в Афганистане. Но что же мы все о критике? Давайте посмотрим на привилегии, которые предоставляются странам-партнерам. Итак, союзник получает право ссуды на покупку материалов или оборудования для совместных исследований, разработок и испытаний. То есть, покупать оружие в США можно в кредит. Право размещать на своей территории имущество военного резерва США вне территории американских военных баз, то есть на складах ВСУ. Партнер может заключать соглашение с Соединенными Штатами о совместной организации обучения, но только за деньги, если финансовые договоренности являются взаимными и предусматривают возмещение всех прямых затрат США. Союзник может претендовать на военные излишки армии США, но здесь два ограничения. Первое, их дадут не обязательно, а по усмотрению американцев. Второе, получатель излишков должен быть расположен на южном или юго-восточном фланге НАТО. То есть, Украина, расположенная к западу от альянса, не подпадает под этот пункт. Союзник может подавать заявку на поставки боеприпасов из урана. Это токсичный тяжелый металл, но ядерным оружием он не является. Имеет право заключать соглашение с Пентагоном для совместных научно-исследовательских проектов. Компания стран-союзников могут претендовать на подряды Пентагона за пределами США. Страны-союзники могут закупать противоминные устройства и другие оборудования для антитеррора. И знаете, не видно особо какой-либо разницы между теми форматами сотрудничества, которые есть у Украины с США, и какими-то дополнительными привилегиями. Ну, наверное, кроме одного. Киев мог бы покупать американское оружие, вооружение и так далее не просто за деньги, а в долг. На сегодняшний момент 18 стран имеют такой статус союзников вне НАТО. Там самые разные страны и такие милитаризированные, как Израиль, и такие относительно мирные, как Тунис или Филиппины. Но их всех объединяет то, что они не являются членами НАТО и, внимание, не имеют общей границы с альянсом, а Украина имеет. Но, как я уже говорила ранее, ни перед кем из них американцы никакой ответственности не несут, никаких обязательств. И если раньше Верховная Рада поддерживала эти инициативы, обращение к Конгрессу, к президенту и так далее, то в этот раз в большей степени что-то пошло не так. На данную инициативу, во-первых, отреагировала посол Украины в США Оксана Маркарова. Она сказала, что инициатива эта вредная. Написала огромный пост, обратилась к депутатам, чтобы они не голосовали. Ну, все в лучших традициях. И учитывая, что с одной стороны Оксана Маркарова это вроде как человек Зеленского уже, а с другой стороны рукопожатный человек на Западе, то, ну, собственно, исход сегодняшнего голосования был ожидаемый. Ну, и основной посыл Маркаровой был в том, что, ну, посмотрите, у нас и так стратегическое партнерство. Вот же Зеленский ездил к Байдену, они там подписали соглашение о стратегическом партнерстве, поэтому, ну, зачем этот статус? У нас и так все хорошо, все нормально. Какой это во всего вывод, друзья мои? Как я сказала уже в начале этого видео, просто депутаты от Порошенковской партии, прекрасно понимая, что никто не проголосует, прекрасно понимая, что никто не предоставит этот статус, просто пиарятся и не хотят отдавать лавры там вот этих всяких евроатлантических интеграторов слугам народа. Ведь надо же за собой застолбить, это же они там европейская солидарность. Вот, собственно, и пытаются осуществлять какие-то телодвижения. Ну, а касательно взаимоотношений действующей власти с американцами, то они сейчас тоже не в очень хорошем состоянии. Поэтому рекомендуют украинской власти заокеанские, так сказать, партнеры хотя бы не бесить, а еще лучше побыстрее выполнить требования, которые были озвучены в Вашингтоне по назначению главы СААП, передачи контроля над судебной системой и над ключевыми госпредприятиями по типу «Нафтогаза». Ничего личного в отношении Украины у американцев just business. Вот такие дела, друзья, на данный момент. А на этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведьева. Ясно, понятно, блог на канале страны. Совсем скоро мы с вами снова увидимся. И не забывайте читать страну в социальных сетях. Подписывайтесь на телеграм-канал «Политика страны». Читайте наши главные новости и материалы и здесь, в ютубе, во вкладке «Сообщество». Подписывайтесь на наш канал и нажимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok